Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest Давненько мы здесь не были и по вашим просьбам я решил снять серию Ну что же, давай начнем с тренировочки, заберем наших бойцов Ага, только двоих мы смогли забрать, остальные у нас команды все тренируются Ну ладно, так уж и быть, зайдем на ареночку Ага, зайдем на ареночку Друзья мои, мы оказывается с вами только лишь будем драться А я думал, что мы сейчас будем лавры забирать Не тут-то было, ладно, 38 уровень против нас И я думаю, что здесь будет достаточно даже одного щита бота Давай проверим, он сейчас просто пойдет, будет всех крушить на своем пути Я ведь прав, даже вот этот вот зомби, камикадзе, нам не помеха Смотрите, что происходит, он даже урона нам не нанесет О чем я вам говорил, даже вот эту вот жабу с молотом мы сейчас порвем Бум! Спасибо за карточку, но она мне не нужна Потому что у нас жаба с молотом прокачана по полной программе Но, что там, там ульту какую-то активировал, зачем? Все, друзья мои, ну довольно легко и просто все было Так что, первое место, и я думаю, что оно сохранится у нас еще очень долго Так, что у нас там по друзьям? Как только заходишь во вкладку друзья, начинается вот это вот, ребята, подвисание Я не знаю, с чем это все связано Так, Корсисиэль, Максим, Борис Хм, ладно То есть у нас Корсисиэль, да, 64 уровня Максим 60, Борис 55, а вот бусин 19 Куда вы все, ребята, делись, а? Куда вы все делись? Ладно, давай зайдем в магазин и посмотрим, что у нас здесь Бесплатно достается черепаха с пушкой Кстати, скоро она прапается по фулочке Вы сами это прекрасно видите, да? Нам остается всего лишь ничего 121 ДНК И все, и оно, оно, и она у нас в кармане Так, квестики какие выполнили? Приобрести что-нибудь в магазине Да, мы приобрели Так, друзья мои, ну что же, я думаю, пора приступать к основной сюжетке, да? Да, я думаю, что пора И кто? Ой, и что? Ага, мы с вами на территории Ежети Это у нас предпоследняя лока Практически уже пройденная Давай глянем, соточка здесь, да? Сотые уровни Против нас будет чумная мышь Плюс некро И зомбик Ладно, против этих команд у нас Ха, подожди-ка Кого нам лучше здесь взять? Кого нам здесь лучше с вами взять? Может быть, вот эту команду? Да, я думаю, что вот эта команда будет Самое то Хотя, обычно имбовую я Подключаю только лишь на боссах Если вы помните, да? Ладно, давай попробуем Что у нас здесь получится Выпустим Выпустим мы с вами, наверное, Ронина Сейчас только привидение-то пролетит Так, Ронин, беги Беги-беги, родной мой Так, чумная нам не помеха здесь Ах, как хорошо он врезал Так, секунду, друзья мои Что я жду? Что я жду? Мне... Аааа, сейчас плюнет Сейчас плюнет, друзья Я не успею Или успею? Я успел, слава богу Потому что она могла Ха-ха-ха Повреждения мне нанести замку Но вы видите, что Ронин В одно лицо справился Просто-напросто с башней С полтычка Молодец Не ожидал Ну что же, не будем долго здесь Стоять и ждать И побежим сразу У нас здесь последний уровень На нежити Женец Здесь у нас будет Женец Кого нам взять Ну, жнеца на жнеца Я думаю, не стоит Да Наверное, нам придется взять Вот этот Отряд С друидкой Погоди секунду С друидкой этот отряд Женец Или же не стоит Нам все-таки этого делать Или взять им... Давай имбу все-таки возьмем Фиксим Ребята, здесь босс Мы, если что, прожарим его лучом Да, этого жнеца И все будет у нас на мази Давай-ка проверим Прав я или нет Женец, насколько мы знаем Очень слаб по ХП Но очень силен по дамагу Причем он вызывает еще Армию нежити Которая будет нам Всячески вредить Так, вызывает он зомика Вызывает привидения Ну, я начну, пожалуй, наверное С нашего маговоина Следующий будет у нас, наверное Ронин Ну, я думал, что ты сейчас побежишь Этот сейчас взорвет Друзья, он сейчас взорвет Ты посмотри, сколько дамага нанес Опа, и еще один зомик У него выродился Так, ну-ка Нам такие шуточки здесь не нужны Отвалите Друзья мои, применять ульту По идее надо бы Но я не хочу Давай-ка вызовем прыгуна нашего И вообще мне нужно Здесь вызывать уже Во Вот это то, что нужно Ураганчик Нам нужно вызывать с вами ведьму Я не шучу Я на полном серьезе вам говорю Так, колобки бесполезны, да Против чумной мыши Конечно же Давай, Ронин Беги, беги, беги Быстрее Ты там бежишь? Нет, он не бежит Он опять идет Еле-еле Не спеша Ну, как обычно, друзья Так, вот он Вот он, друзья мои Ижнец Слушай, ну я считаю, неплохо Неплохо Мы его почти подбили Сейчас ведьма его должна В принципе, добить Ты посмотри Он плодит армию Все, он упал Ну, тут сам бог велел Нам выиграть Потому что Все, мы Жнеца положили Ну, а дальше Кто бы здесь не выходил Мы будем разбирать Единственное Здесь нам может помешать Это зомби Камикадзе Нет Он не вышел И мы с вами Проходим этот Уровень довольно легко Ну что ж, друзья мои Продвигаемся с вами На следующую территорию На следующую территорию И это у нас будет Так, вначале возьмем Сундук нежити Глянем, что нам здесь выпадет Так, 9 карточек На радиоактивного зомби И 12,5 тысяч голды Плюс 12 карточек На обычного зомбика А следующая карта Это у нас подданные Ну что ж, давайте с ними Быстренько разберемся Здесь 99 уровень Крестьянин В доспешках И 100 уровня Паладин С этими ребятами Мы справляемся В принципе на изи Я думаю, что здесь Можно взять любую Абсолютно команду Даже вот эту Она как раз здесь будет Кстати Паладинчик, да? С этого уровня Которого мы будем С вами бомбить Кем? Ну, естественно Наверное, ниндзей Так, подожди 175 А, я забыл Забыл, забыл Забыл Успеем Да, чтоб тебя Не успели Да, друзья Не успели Мы с вами Вызвать Я совсем забыл Что здесь короткая дистанция А это же у нас Как спам идет Так Поэтому он успел Успел меня, конечно В этом плане опередить Да, друзья Лопухнулся я Ладно, фиг с ним Давайте ускоримся Быстренько Забомбим ему Базенку И я уже Возьму другой отряд Чтобы пройти нам Быстро И на 100% И без потерь Естественно У нас бы здесь Все получилось бы Если бы даже Голем бы успел Просто выйти Хотя бы на долю секунды Пораньше Мы бы не получили С вами никакого урона И, конечно же Прошли бы этот Уровень на 3 звездочки Мы и так его пройдем Но К сожалению Только на 2 Потому что у нас урон есть Сейчас, сейчас Мы распишем ему базу Вот так вот Это, в принципе Друзья мои Ожидаемо все было Просто я немножко Лопухнулся Хорошо, давай выберем Тогда с вами Другой немножко отрядик Отряд у нас Нет Я никуда не хочу идти Не надо меня Уговаривать Вот Даже хотя бы Вот этот отряд Возьмем Уже будет хорошо У нас здесь будет Ну Черный рыцарь Да Здесь у нас будет Самурай Они дешевые Поэтому они очень быстро Будут выходить И, соответственно Этот спам В виде крестьянина Будет проходить Просто мимо Лесом Ну давай, давай, давай Выходи Я тебя уже жду Дальше мы вызываем С вами самурая А после этого Нам, естественно Нужно уже вызывать Скорее всего Либо мага Либо тыквоголового Ну, естественно Потому что пойдет Паладин здесь Вот он И паладинчик Друзья мои Вышел Давай, давай Тыквоголовый Быстрее Так, все Я призвал его Начинаем потихонечку Бомбить Потихонечку Начинаем бомбить Ага По красоте Делаем корни Ну, все Дальше можно призывать Спокойно Нашего мага Который тоже будет Бомбить издалека Естественно Спам этот будет Сейчас просто Рассыпаться В клочья А вот и маг Вышел У него, не забывайте Тоже достаточно Длинная Дистанция Атаки Поэтому Мы просто сейчас Забомбим Эту всю армию Издалека Ну, видите Что происходит Все очень красиво Четко Вызываем еще Одного тыквоголового Карточку на крестьянина Забираем Ну, и можно сказать Что здесь победа у нас в кармане Тут вообще все без проблем Так, даже ускорение Выпало нам в конце Вот так вот это все делается Приблизительно И вот теперь Мы с вами переходим На Вторую битву И у нас здесь кто? Кто у нас здесь открывается? Копейщик Будет всего лишь копейщик Это из новых юнитов Да? Так что давайте, друзья Попробуем Разобраться с ними Опять же Не забывайте Здесь спам Как обычно Без него никуда Крестьяне будут нас Периодически Бомбить Атаковать Но здесь еще Помимо этого Присутствует Копейщик Который может Отталкивать Наших юнитов Слушай, а вот это для меня Честно говоря Нежданчик Для меня это Нежданчик Потому что я Честно говоря Рассчитывал немножко На другое Эй, эй, эй Отвали Отвали Нам нужно Вызвать и мага Как говорится Для Жирной Завершающей точки Идет Конечно он Медленно Вызываем Корни Плюс Заморозочка Ну и все И ускорение Еще опять Выпало Вау Смотри Сейчас С какой скоростью Ну все Шансов Конечно же У противника Нету Вообще Ни единого Как-то все Легко и просто Да Хорошо Мы с вами Продвигаемся Дальше У нас Третий Бой Сейчас будет Посмотрим Кто здесь Прибавляется Гарифон Вот здесь уже Будет Немножко Труднее Потому что Гарифон Это летающий юнит Причем Довольно Сильный 99 уровня Прокачанный По фулочке Он у него Я не знаю Но давай Попробуем Давай попробуем Хотя Тяжело Будет Сейчас Тяжеловато Мне Я попробую Подкопить Пока Манны Эй Тихо Наверное Выпуским Самурая Сразу же Да И Сто пудово Сейчас Нет Я вообще-то Думал Полетит Гарифон Что-то я Как-то Немножко Лопохнулся В этом плане Ладно Тыквоголову Давай выходи Вот Против Грифона Друзья мои Не действуют Корни Понимаете Да О чем я говорю И к чему я клоню Что здесь Это все дело Будет бесполезно Но Тем не менее Придется активировать Так Так Еще один Паладин Выходит Еще Один Паладин Выходит Слушай Что Вот Вот И Как говорится Появился У нас Грифон Нам нужно Вызывать Самураев Мы не должны Позволить Чтобы они Пробили нам Как говорится Нашу оборону И дошли До наших Дальников Иначе Здесь будет Финиш Для всех Мас Вот сейчас Мы начнем С вами Уже Бомбить Грифона Да куда же Вы бомбите Вы по Грифону Стучите Ё-моё Не хотят Вот не хотят И все Здесь Ха-ха Ускорение Вау Слушай-ка Даже так Неплохо У нас получилось Минута Времени Нам этого За глаза Чтобы здесь Уничтожить Всех Ну Самурай Ты где там Идешь Идешь Потихонечку Так Самурай Подошел Естественно Грифон На него Переключается Ну а мы В этот момент Бомбим Опа Ты понял Какую подляночку Он сейчас сделал Феникс Подбил Моих Магов Своей Как говорится Ультой Ну а до Тыквоголовых Он не добрался Потому что Тыквоголовые Все таки Стоят Подальше У них Подлиннее Радиус Атаки Чем у Магов Вот этих Ну что же Переходим Переходим На предпоследний С вами Бой И тут У нас Лучник Прибавляется Лучник В принципе Это тоже Вата Если он попадает В замес Вместе с Паладином То конечно же Он быстренько Отрубается Сейчас мы будем Это с вами Дело Демонстрировать И смотреть Пока Естественно Копим с вами Манну До тех пор Пока он не вызовет Своего крестьянина Никчемного Но он почему-то Вызывает В первую очередь Паладина Паладин Плюс копейщик Уже пошел Ну и вот Сам мелкий Засранец Бежит Так Это все дело Мы Заминаем И естественно Прикрываем Тыкву голову Это в первую очередь Все нужно делать Потом Конечно же Выпускать Нам нужно корни Вот так Вот все это дело Происходит Подкинем Немножко себе Манны Ага Здесь разобрались И теперь Теперь вызовем С вами Мага Вызовем Мага Вызовем Еще одного С вами Самурая И вызовем Еще одного Мечника Вот Уже маги Начинают бомбить Друзья мои Но здесь Проблема в том Что лучники Очень быстро Разбирают Ты посмотри Что происходит Так Нам нужно Естественно Вызвать Самурая Как можно Быстрее Корни 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 Во Сейчас они Все получат урон Забираем Монетки Ну Все хорошо Даже вы успели Призвать С вами Старого Воина Деда Он Пошел Пошел Ну тут уже Все Тут уже Песенка спета У противника Сейчас Никто здесь Ничего не сможет Сделать Пробить Деда Им так легко Не получится Тем более Когда мы Прикрываем Его Дальниками Тут Тут все Как говорится Уже На мази Лучник Ну что-то Там Выеживается Мне еще За карточки Конечно Отдельное Спасибо Но Все не то Не того уровня Вы даете Мне конечно Карточки Ну что Расписываем Башню И Переходим С вами На Заключительный Этап Обожаю Когда вот так Вот все Хорошо идет Как знаете Как по маслу Ну а у нас Последний бой Последний бой И здесь босс Будет наверное король Нет Здесь Падре Епископ Друзья мои Ну что же Раз епископ Кстати Подожди Здесь у них Лучник Здесь у них Грифон Хм Плюс епископ Нужна ли нам Вот эта вот Команда Здесь Это команда Черт Подери Я не знаю Друзья Мне не хотелось бы Брать имбовую команду Да Только лишь из-за того Что ну Вы понимаете Что епископ Сам по себе Ватник На него Особых усилий Даже не надо Прилагать Чтобы его разбомбить Я попробую Все таки Дальниками Здесь все это дело Расписать Расчехлить Как говорится Уничтожить Истеребить Я не знаю Что еще сказать Ой-ой-ой Родной Куда побежал Куда ты Свои маленькие Коротенькие ножки Там навострил Я не понимаю Так мы можем В принципе Призвать с вами Деда Но я не буду Этого делать Я этого делать не буду Я начну вот так вот У меня идет Самурай Идет Так Самурай Тыквоголовый Выпускаем корни Еще вызовем Одному самурая Угу Все хорошо Теперь нам нужен С вами Либо дед Давай мага Наверное призовем Давай мага призовем Еще призовем Одного мечника Кто там что Ой Он уже Он уже Друзья Вызвал Епископа А не слишком ли Родной Мой Быстро Ты Все это Сделал Вот Вот это хорошо Что самурай Упал на коленочки Естественно Он начал Молиться Там Драться Эй-эй-эй Погоди 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 Куда это вы Собрались Не пойму я Так Дед Где ты мой Там старый воин Идет Идет потихонечку Сейчас мы будем Бомбить Вот сейчас будет Каша Друзья мои Сейчас будет вообще Просто побоище О Давай еще одного Мога вызовем Шикарно Подожди-ка Подожди-ка Почему-то Почему-то Старый дед Сейчас у меня По-моему Отдуплится Все идет к тому Что они его Хотят забомбить И у них Получилось это Ты посмотри 58 секунд Ребятулечки 58 секунд У нас на все Про все Вот И упал Этот епископ Значит все-таки Мы с вами Можем справиться С этой командой Без особых Как говорится Сильных таких танков Все Вы это прекрасно Сами видите Ай По красоте 39 секунд Нам нужно Принять все усилия Очень много усилий Нам нужно принять Чтобы уничтожить ему За такой промежуток Крутки времени Базу И у нас Это удается Хух Немножко напряженно было Но тем не менее Да епископ Тут конечно Выдал нам Фокус Хилял Успевал Все-таки Отхиливать Свою команду Ну что же Ребятулечки Мы продвигаемся С вами дальше А точнее Мы перейдем Сейчас в следующий Телепорт Сундук подданных 10 карточек На короля 11 карточек На башню И 12 1500 голды И здесь Бот-паук 14 штучек Плюс Король 15 карточек И некра 14 карточек И мы с вами Отправляемся На 116 Портал И нас встречают Захватчики Далее у нас будет Территория нежити После этого будет Территория Нефритовой долины Долина подданных И фабрика роботов Ну и как обычно 117 уровень Портала Ну что ж Давайте потихонечку Будем разминаться Начнем Посмотрим Нас встречают Ой, елки-палки Со стража Вот не люблю Когда стража И плюс еще дальник Здесь Здесь, как мы видим Энергии у нас нету И я думаю Что Вот этот отряд Потянет Как думаешь Мы с вами Очень долго Будем бомбить Стража Нам нужны Такие юниты Быстрые, да Жесткие Которые с нахлестом Вот, например Вот эта команда Вот эта команда Я думаю Здесь будет В самый раз Как говорится Самый цинус Значит так Будет вызывать Он здесь Стража Против стража У нас кто пойдет У нас пойдет Наш Терракоша Прикрывать его Естественно Как обычно По стандарту Будет Баллиста Я надеюсь Потому что он тоже Будет вызывать Свою жабу С пушкой Да-да-да Я не ошибся Друзья мои Он вызывает Жабу с пушкой И вот у нас Выходит Баллиста На поле боя Все Шикарно Вызываем Джеггернаута Можно в принципе Бомбануть Фаерболом Ну пока терпимо Все Пока все терпимо Грифончик у нас Здесь выходит Как же я хочу Его прапать По полной программе Как же он Как-то некрасиво Смотрится Да-да Ну-ка Фаербольчик Давай зарядим Ай По красоте Да Эта команда Конечно Хороша Тут ничего Не поспоришь Терракошу Так легко Не пробить Он просто Каменная глыба Ходячая И мне этим Он нравится Ну медленный Да Есть недостаток Что он медленный Но зато Какой он Сильный Здоровый Переходим с вами На вторую Бойню И здесь тритон Почему сразу тритон С тритоном Конечно и дурак Выиграть может Кстати у нас тоже Тритон есть Он у нас Прапанный На 4 звезды Я его как-то Хотел Использовать Не знаю Может быть В скором времени Единственное Чего не хватает Это прокачки До сотого уровня Ему Кстати можно будет Это дело замутить Прикиньте Тритон Во главе танков Вау Это будет наверное Смертельная машина Так подожди Мы что-то с вами Разговорились А тут уже Как говорится И враг Подспевает Давай срочно Баллиста нам нужна Конечно же Все по старой Школе Ребят Все по старой Школе Так тритон Идет Идет Тритоша Спасибо за карточку Ну-ка Вот так вот Чтобы их обоих Тут доставать Вот Тритон В ближнем бою Вообще Не то что в ближнем бою Он вообще ничего не может сделать Когда ему некого Даже бафать Он просто стоит как ватник И все Но это Та же самая Как и жрица Вы помните Да ее Она ничего сделать не может Так Разбор полетиков Здесь у нас идет Давай вызовем еще Баллисточку Ай По красоте Как же у нас Тут все Слаженно идет Джаггернаут Пошел А что я могу сказать Все Тут по моему Он приплыл Ну он вызовет сейчас конечно Стража А я вот так вот бомбану Он думает что Я буду на это любоваться Нет конечно Легко и просто Поехали далее Третий у нас с вами Бой Третий бой И хотелось бы посмотреть Кто здесь Ух ты Ух ты А вот это уже Опасная заявочка Потому что Бородавочник Имеет возможность Начать свой Как говорится Выход С разбега То есть он может Сразу побежать И нам нужно Как можно быстрее Кого-то вызвать И это будет Наверное Джаггернаут Сейчас смотрите Что будет Сейчас все Будет Вот Вот о чем я вам и говорил Видите да Он начинает с разбега Бомбанул Так ну Джаггер Ой Джаггер Просыпайся Все Слава богу Он не так легко Как говорится Пробил нам Таракошу Но не забывайте Что он опять же Может его вызвать Вот опять А если фаерболом Хм Получается что Когда он бежит Фаербол На него вообще Не действует Будем это знать На будущее Так Ну что ты Что ты выеживаешься Здесь Спасибо за карточку Еще вызовем Одного Джаггернаута И Наверное Еще вызовем Одну с вами Болисту Я думаю Что это будет Оптимально для нас Так Что у нас Джаггернаут Бедный лежит Да как же так Ага Таракоши подошли И сейчас они Конечно Раскромсают Опять бежит Хм Ты посмотри Ты понял А как это Секунду 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 Куда он Друзья Это что Это что Вы видели Вот это был баг Игровой Согласись Он должен Быть мертвым Там как то так Нелепо получилось Он бежал Я фаербол бросил Он в оцепенении Упал Очнулся Вскочил Побежал И пробежал Мимо базы Он пробежал Мимо всех Моих юнитов И просто убежал В никуда Вместо того Чтобы просто Отдуплиться Да Бывает иногда Все таки Вот сколько играешь В эту игру Какие то периодически Баги тебе встречаются И это довольно прикольно Выявлять их Ну что же Здесь он Ох Тихо Тихо Родные мои Тут уже хищница С ним не забалуешь Вы прекрасно это знаете И тут надо быть Очень предельно Аккуратным Я наверное возьму Все таки Вот эту команду Здесь у меня Есть щитобот Да Вместе С молотильщиком Которые в принципе Могут неплохо Сдерживать Этого хищница Ну и соответственно Раздавать люлей Наливая Направая За счет Молотильщика Который будет выпускать Свою пилу Плюс У нас здесь есть Паладин Довольно неплохой Юнит Вот Вот Начинается Друзья мои Начинается Прыжок Веры Естественно Молотильщик Все С этими разобрались С кламанами Но он сейчас будет вызывать Да Одного за другим Он сейчас будет вызывать Одного за другим Ой Тихо 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 Расписали Отлично Кто Нам нужен Паладин Нам нужен Друзья Паладин Как можно быстрее Ммм Паладин вышел Да хорош Там уже Бомбить Да елки ты Палки Так Ну ладно Паладин Вся надежда На тебя Я знаю Что ты справишься С этим Делом Он справляется Ага Ага Зашкерили Ах ты Елки Палки Я думаю В чем проблема Тритон Он вешает Он вешает Вот эти вот Бафы На отражение урона Да На щит Вот он В чем проблема Ты посмотри Что происходит Ты посмотри Что тут происходит Ну-ка давай Вот так вот Сделаем Вот Классно Вот сейчас было Отлично Проработано Хух Карточка на Тритона Это очень хорошо Деньги 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 Забрал Хух Слушай Ну прикольно Вот сейчас было За счет ускорения Мы с вами Быстренько Их Разбомбили Ну Тритон Конечно еще тот Да Чувачок Еще Ну тот вредитель И у нас Последний бой И здесь у нас Смотритель Конечно же Смотритель Против которого Я буду выставлять Имбовую Свою колоду Правда Бывают такие моменты Что даже Она не помогает Если ульта наша Пролетает мимо Или не убивает Босса с первого раза Он начинает Здесь на мозге Компенсировать Брать в подчинение Моих же юнитов Да И отправлять их Против меня Тихо Тихо Я совсем забыл Что здесь бородавочник есть Это Это был Эй Так Ронин Он сейчас Перепрыгнет Вот так вот Вот так вот Разбирается Ронин С этими Ахламонами Ну Конечно Маг Рыцарь Здесь Очень Очень Сильный Ой Зачем я Сейчас Это сделал Друзья Зачем Я так Сделал Вот это Я Нубанул Сейчас Зачем Я ульту Потратил Кто мне Скажет Ронин Давай Выбегай Быстрее Ну давай Давай Может базу Мы вообще Разбомбили базу Даже не увидев Этого Смотрителя Кто он Такой Он там Бедный Зажался Не бейте Не бейте Под пол Куда-то убежал Ну тем не менее Отлично Все было у нас Сделано С вами Отлично Мы сыграли И давайте Заберем с вами Ревард Сундук захватчика И посмотрим Что нам отсюда Выпадет 10 корчек на базу Ну как вы понимаете База у меня Прокачана по полной Программе Так что от нее Толку нету Вот то что нам Вот этот вот Пришелец Достается Это хорошо Ну и деньги Конечно же Всегда Тоже хорошо Переходим с вами На территорию Нежити Территория Нежити Так встречает Нас с вами Банши И Големом Хорошо Давайте возьмем Тогда наверное Отрядик Поспокойнее Да Попроще Я думаю Что вот этот Будет В самый раз Тут у нас Голем Тут у нас Ниндзя В общем Всего хватает Для того чтобы Сдерживать Натиски Противников Единственное Что я не знаю С кого начать С Голема Или с Жабы Давай наверное Вызовем с вами Жабу Боевую И это все дело Надо будет Прикрывать Ой-ой-ой-ой Ушло уже Друзья мои Банши Давай ниндзя Не подведи Давай-давай-давай Расписывай 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 Дальше пойдет у нас Голем Големчик Отлично Все пока хорошо Все великолепненько Выпускаем еще одну Жабу С молотом Можно ульту В принципе здесь даже Бомбануть Лишней не будет она Еще одна ниндзя И я думаю Что все Песенка у врага Спета По полной программе Он здесь уже Ничего сделать не сможет Мы здесь будем Его просто атаковать Бомбить Бесщадно И как видите уже Практически уничтожили Ему базу Крепость Пала Да Крепость Пала Ну что же Ну это был первый этап Это конечно же все легко И просто Мы дальше с вами Продвигаемся Ну-ка себе Давай глянем Что нас поджидает На второй битве Ох Ёлки-то Палки Вот это да Здесь прыгун С ним тоже Друзья Не забалуешь Поэтому придется Набрать вот эту команду Против прыгуна Только так Щитобот И молотильщик Ладно Я знаю Что он будет Именно с них Начинать Ведь будет же Нет Вы серьезно Вы сейчас это Серьезно Вы что-то вот Все время Как-то не так делаете Как-то вот не так Они делают Вначале По одной схеме У них работает Потом как-то Эта схема у них Меняется С чего-то вдруг По непонятным мне Причинам Я просто боюсь Что в любую секунду Выйдет прыгун Я этого очень сильно боюсь Поэтому как-то Осторожничаю Вот он А вот друзья И сам прыгун Вот И сам прыгун Естественно Хорошо что он вышел Без истерики Мы его тут Быстренько Разберем Потихоньку Да Спасибо за карточку Слушай Хорошо Хорошо у нас получилось Смотрите Мы уже базу ему Да в принципе Сейчас мы ее и разбомбим Да Он даже не успел Этот прыгун Включить свое ускорение Как мы базу разбомбили А так он уже Был готов Побежать И бомбить Как говорится Мою крепость Ну что же Третий бой Здесь у нас Когтистый Прибавляется 99 уровня Ну Ничего страшного Здесь на самом деле нет Ну Когтистый Когтистый Раньше конечно Он меня очень сильно нервировал Потому что он уничтожает И воздушные цели И наземные Плюс у него такой захват Огромный Теперь я как-то К этому Более менее спокойный Приноровился Да В общем ждем Ждем Кто у нас тут выйдет Выходит естественно Голем Выходит Сразу же Когтистый И выходит Банши Оу Ну Это плохо На самом деле Друзья Это очень плохо Ладно Будем сейчас с вами Вызывать Всадника На журавле Всадника На журавле Применяем Ульту Оу Мы еще их И напугали Это неплохо Мы с вами Немножко здесь Продвинемся Ага Шикарно Так Когтистые Успокойтесь Пожалуйста Вот у Когтистых Погоди Они нас по-моему Продавливают Или мне кажется Нет Продавливают Давай Давай Пробиваем Этих Этих надо бомбить Пока они Завороженные Но почему-то мы Не то начали делать Все Получилось Так Если что Я применю Ульту Если там Какой-нибудь Противник выйдет Чтобы он нам Не мешал Бомбить базу Ну И так Все хорошо Получилось Хорошо Идем с вами На Какой там На четвертый бой Да по-моему На четвертый Это у нас Предпоследний Бой И здесь Ох ты Служитель тьмы Да Этот хиллер И дамагер Одновременно Плюс Здесь опять же Есть прыгун Твою же Налево Плюс Голем Голем И Служитель тьмы Это такая машина Для убийства На самом деле Потому что Голема Не так легко Пробить А когда сзади Стоит хиллер Да еще и Дамагер Да Перекачкой жизни Он занимается То есть он Отнимает урон У нас И дает Этот урон В виде хп Своим Как говорится Юнитом Так Без истерики Да Отлично Хорошо что Он без истерики Прыгун Вышел Это для нас Очень большой Плюсик Можно в принципе Здесь призвать И друидочку Мы кстати Давно ее с вами Не вызывали Да Вам не кажется Можно же этим Заняться делом Почему бы и нет Правда Опять Лагать все будет Ну да и фиг с ним Эй Погоди 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 Прыгун Друзья мои Прыгун Но опять же Без истерики Нам везет сегодня Сегодня нам везет Как никогда Не начал он плакать Не начал он Включать свою ярость Вот Шикарненько Кстати Ничего не лагает Как вы видите Да Друидка идет Даже использует Тотемы И ничего у нас Не подвисает Не лагает Это шикарно Так Тихо Прыгунок Успокойся Там пожалуйста Ну Паладин его добил Молодец Ну и дальше Как видите Мы разбираем уже Базу Давай Давай Ребята Поднапрягли Изи Изи Так Спасибо за карточку На базу Ну что же Мы с вами продолжаем Последний бой И здесь Наверное нам придется Все таки взять Нашу имбовую Уже команду Посмотрим Кто здесь босс Ага Старый дедушка Old school Ладно Берем короче Имбу нашу Потому что деда Будем мы с вами Пронзать своим Супер блестящим Лазером Я готов Здесь у нас прыгунок Если что есть На добивочку Здесь у нас Дядя Ронин Старый Хитрец Боец Дамагер Начнем с него Он бежит Я слышу Характерный звук Упс Ай-яй-яй Конечно хотелось бы Чтобы он убил Сразу же Но не вышло Ни шиша Не вышло Ни шиша Давай-ка Чумную Наверное призовем Слушай Сейчас по-моему Нас тут Быстренько положат Ронин Нет Ронин идет Тихонечко Когда такой Характерный Шелест идет При вызове Ронина Это означает Что Ронин бежит А когда так Тихонько все То естественно Ронин Отдыхает Вот Вот он Служитель тьмы Перекачиватель Как говорится Энергии Да О Шелест 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 Жух Ха-ха-ха Да он сейчас по-моему Тут нет Я хотел сказать Сейчас Воу Ульта Друзья мои Ульта Эй-эй-эй-эй Упал Хе-хе Как раз Тот самый красный луч Был На который я и надеялся Сейчас Ронин добьет Нет Что ты будешь делать Выходит Постоянно этот голем И все время нам мешает С вами Мы бы уже давно Давно-давно базу бы ему Расписали Поверь мне Ну Шелест 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 Бежит 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 Упс Ну и базу конечно же Додеваем Все Тут у меня еще и Как видите Прыгун был в истерике Смачно Тут ничего не скажешь Очень все Крутенько у нас получается И мы с вами Переходим На следующую территорию Которая будет у нас Ну Неплохо Которая будет у нас Ага Нефритовая долина Естественно Терракотовые бойцы И так далее Там подобное Да Тигр Кстати давно тигров Мы с вами не видели Здесь значит Терракотовый воин Плюс самурай Хм Плюс самурай Вот эту команду Возьмем наверное Да с вами Да Возьмем эту команду Здесь потому что Больше всего энергии И нам нужно будет Ее потратить Потратить естественно С умом Но против Терракоши Не забалуешь Да Ну хорош Успокойся Самурай Успокойся пожалуйста Конечно же Нужно нам вызывать Ниндзю Естественно Она будет у нас Как прикрытие Дальний бой все таки Еще выходит Один самурай Ну а у нас для этого Есть голем И вот он Время встает Вот это окаменение Как будто вот знает Когда нужно это сделать Вот и все Вот и песенка спета Сакура пойдет перед нами Отлично Ну что А мы с вами переходим На следующий бой Второй Довольно такой Наверное нелегкий А может быть даже легкий Сейчас посмотрим Кто здесь будет Я думаю что В этой катке Будет Тигр Хотя я почему-то Его не замечаю Здесь кстати Очень тоже плохо Потому что Встаник на Журавле Это Летающий Юнит Он именно К этому Ряду Относится То есть С ним Может справляться Только лишение Ниндзя Либо БФГ Но опять же Под прикрытием Вот Не забывайте Об этом Потому что Один на один Ниндзю Конечно же Тут Уложит Встаник на Журавле Все таки Будет посильнее Помощнее Так Давай проверим Давай протестим Так Нам нужно Голема вызвать Голем Выходит Ага Вот Вот теперь Ниндзя Вот когда Прикрывается Именно каким-то Танком Она довольно Неплохо Бомбит Давай-ка Применим Ульту Да Ульта Конечно В никуда Пролетела У нас Давай еще Одного Голема Вызовем Да что ж Ты со своим Окаменением Как ты меня Достал БФГ Вызовем Давай Давай Уничтожаем Этого Вот так Еще Одного Еще одну Жабу с молотом Ну я думаю Что все Ну тут уже Сопротивление Бесполезно Вы сами Прекрасно Видите Сколько у нас Тут юнитов Стоит И у нас Еще и ураганчик И базу Мы Расчехлили Четенько Все Вот обожаю Когда все происходит Именно так Ну а мы Переходим на Третий Поединок И здесь Прибавляется У нас Ой 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 Вуджен С Вудженом Тоже Друзья Баловать Не стоит Точнее Даже не то Что баловать Недооценивать Его не стоит Потому что Это довольно Хитрый юнит Юнит Он стоит Издалека Он бомбит Своей магией Попробуем Давай наверное Я даже не знаю И хочется И колиться Можно вот этот Отряд взять Можно же взять Можно Но Вуджен У него Магия Она пролетает Сквозь наших юнитов Нанося им Всем урон Поэтому наверное Мы все таки возьмем Вот этот Отряд Здесь есть Друидка Со своими Естественно Тотемами Тотемы нам Здесь пригодятся И плюс У нас есть ульта Которая может Притянуть Вуджена К нам Чтобы мои юниты Могли до него Спокойно добраться Ну естественно И расписать тут же Так вызываем Паладина Паладин естественно В разы сильнее Этого самурая Так Я знаю Что сейчас будет Выходить Таракоша И как только Появится Таракоша Следом за ним Пойдет Вуджен Это знаете Это как Олдскульная школа По тактике Ну о чем я вам И говорил И сейчас Все это начнется Друзья мои Подходим поближе Применяем Вот эту вот Ульту И после этого Мы естественно Вуджена Расписываем Ай-яй-яй Как красиво Как красиво Как смачно У нас Все выходит Ожидаем Следующего Таракошу Естественно Он появится И следом Опять же Пойдет Вуджен Так Вызываю я Нашу Друидку Вызываем Щитобота Вот он Вуджен Стоит Да е-мое Вы разберите Этого Не могут Уже Разобрать Таракошу Ульту Притянули Подбили Ну и вот По такой Ребята Системе Мы с вами Легко справляемся С вражеским Замком Кстати Некоторые подписчики Спрашивают Рэй А где ты взял Например Того или того Юнита Друзья Здесь все легко И просто участвуйте В боях Участвуйте В вывинтах И вы будете Получать Подарки Вы будете Получить карточки И все тому подобное И постепенно Постепенно У вас будет Копиться Все это дело И вы сможете Со временем Открывать Или улучшать Новых Юнитов своих Не забываем Что здесь Ребята Есть вот Ячейки дополнительные Я не знаю Когда разработчики Этим делом займутся Вы видите Да Вот здесь Четыре Ячейки Не за все расы За некоторые Занижить Как мы видим Никаких ячейок Нет Потому что Они недавно Ну вы сами знаете Кого включили Они Зомби с надгробием Да Тут же у нас Получилась Новая ведьма Появилась По моему Пряничный домик Это из нового Тоже у нас И тыквоголовый И я так понимаю Что в остальных Расах Тоже рано Или поздно Должны Появиться Новые Юниты Остается Только лишь Ждать Когда это Будет До недавних Пор Здесь был Юнит Новый Правда Его почему-то Здесь нету Типа Эльфа Но В то же время И не эльф Я даже не знаю Как его там Называли Не помню Друзья мои Вот типа Крестьянина Эльфа А может быть Это был просто Новогодний имит Друзья мои Я не буду С точностью Утверждать Что он был Но по моему В старых видосиках Если приглянуться Там есть такой юнит Под знаком вопроса Был по крайней мере Сейчас его нету Может быть Они хотели Вводить В игру Но отказались Не знаю По какой причине Но Я так понимаю Все равно Разработчики Все таки Занимаются ей Иногда Редко Очень редко Обновление Раз в 2-3 года По крайней мере Оно есть Так Ну что же Давай тогда Мы с вами Наверное У нас Кто здесь Жаба с пушкой Терракоши Я думаю Вот эта команда Здесь очень даже Неплохо себя проявит Здесь у нас Одна баллиста Только чего Стоит Согласитесь Против Жабы с пушкой Против Того же самого Всадника на журавле В общем Все прекрасно Сами без меня знаете Естественно Мы с вами будем Вызвать Нашего Терракошу Который пойдет В путь-дорожку Да Ну а следом За ним уже будет Наша Дальнебойная Артиллерия Эти В виде Баллисты Или в виде Например Того же самого Грифа А можно также призвать Так Тихо Погоди Ну если что Фаербол у нас есть Фаербол если что У нас есть Мы с вами потерпим Когда они все Соединятся И мы вот так вот Опс Недолет небольшой Ну ладно Этого тоже Тихо Смотри да Бомбит Друзья мои И сразу же Отлетает Типа БФГшки Принцип тот же самый Выстрел Отлет Выстрел Отлет Хорошо Ладно Давай Продолжаем Ох Ё-моё А вот это плохо Когда их там две Нам нужно как можно Быстрее их там Разбомбить Поэтому вызываем Побольше баллист Ага Всадник на журавле Вышел Я туда Фаербол сейчас Запущу Хе-хе-хе-хе-хе Вот и все Вот и песенка спета У противника Да ё-моё Опять он этого вызвал А И он Вот как знает Когда встать Именно в это окаменение Друзья да Но все равно Это не поможет им Это их не спасет Ни в коем случае Потому что от базы Уже практически ничего не осталось И мои баллисты По прежнему бомбят Вот И песенка спета Ну что же Поехали дальше Какая у нас там Предпоследняя битва будет Да вроде бы сейчас На этой территории А даже последняя И здесь Богиня солнца Ну ничего в ней страшного нету Меня тут больше Вот пугает Наверное Наш этот Вуджен Так Будем наверное Брать вот эту Нет Или вот эту Все таки возьмем Давай наверное А тут энергии нету Тут нет энергии у нас Хм Ладно Как обычно По старинке Мы возьмем с вами Имбовую команду Хотя против богини солнца Брать имбовую команду Это как-то даже Ниже уровня Да Сейчас просто один луч И все Она упадет Да тут даже Ронин Может справиться с ней Господи Ну Шелест Слышите шелест Это говорит о том Что выбежал Ронин Я уже по шелесту определяю Мне даже не надо смотреть Бежит он там Не бежит Как только зашуршала Трава под ногами Это вышел Ронин Вот сейчас он вышел Спокойненько Друзья Сейчас он идет Не спеша там Ага Мы уже полбасы Почти разбомбили Друзья Так Скороходы Квест завершен Что еще за скороходы Шелест Бежит И Все Что-то в последнее время Босс даже не успевает Выйти Мне это немножко Грустно смотреть Так Давай-ка мы Заберем Призови Бойцов нежити 50 Подожди А в плане Призови бойцов нежити 50 У меня же не было нежити Или А Подожди Как это не было нежити У меня вот ведьма нежить У меня прыгун нежить Чумная мышь Это нежить Так что все хорошо Все под контролем Ну что Давайте заберем нам Наш ревард Так Посмотрим Что здесь нам выпадет Ну Пес Пес С храма Да И Жаба Точнее не жаба Черепах Кстати видите да 12 карточек еще выпало То есть скоро Она у нас прапается И Долина подданных Наверное Одна из моих Любимых Долин Ну я не люблю Вот этого фехтовалечка Особенно когда он идет С этим мечником Что будем делать Это спам Друзья Вот тут чисто спам идет Они оба дешевые И оба мощные Так Если мы Мы не успеем Мы с вами не успеем Брать вот этот отряд Придется скорее всего Придется этот отряд Естественно Рассчитывать будем на корни Сейчас пойдет фехтовальщик Нам нужен будет Самурай Следом черный Мечник Вот как-то таким образом Будем сейчас с вами играть И потом Как можно быстрее Нам нужно Либо применить корни Либо призвать Тыквоголового Если мы хотим Здесь с вами дальше выживать Вот Вот это кстати на руку Нам очень хорошо Очень хорошо Сейчас было сработано Давай тыквоголовый Уходи Ай по красоте Ну все Мы в дамках с вами Тихо подожди Дамки Так корни Пока я не буду Их применять Вроде справляемся Давай 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 Ага Нормуль Фух Ну что Выровнялись Все Теперь они Ничего здесь Не смогут сделать Вызываем наверное Еще одного Такого голову Вот так Карточку отдай сюда И можно смело Выпускать уже здесь Корни Неплохо Согласитесь Да Все здесь у нас Прокатило Все прошло Довольно удачно Без потерь Урон мы не получили С вами И разносим Конечно же Базенку Причем на ура Фух Нравится мне это Ну а мы продолжаем С вами Нашу эпопею И переходим На вторую Битвочку Посмотрим Кто здесь прибавляется Наверное будет Копейщик Я думал бродяга Хорошо Копейщик Слушай-ка Ну у нас немножко Дистанция выросла То есть я могу Наверное успеть Вызвать Голема Могу наверное Успеть вызвать Жабу Попробуем Попробуем Друзья мои Ну естественно Начинаем С накопления Манны 175 нужно на Голема Да И 200 нужно Для Так Вышел Начнем наверное Мы С жабы с пушкой Потом вызывать будем Голема Ой-ой-ой Какой раскромсон Идет Смотри Но Раскромсон Раскромсон Рознь Так Ниндзя Ай Смачно Смотри Смотри Что сейчас будет Происходить Друзья мои Смотри Так Жаба с пушкой Не надо толкать Пожалуйста Мне здесь Наших героев Ульта Давай встан Загоняй Пожалуйста Никого не застанили Честно говоря Ульта У этой башни Ну такая Нелепая Наносит Мало урона Да И Стан Проходит Очень-очень Реденько Да все Хорошего делается Вы все равно Здесь уже Трупики Мы уже практически Разбомбили вам базу Так Вызываем Ну давай-давай-давай Наяривай Гитара Семиструнная Ураганчик А зачем он мне Под конец-то Битвы Конечно не нужен был Слушай В очень все хорошо Мы сразу Так подожди-ка Что у меня в тренировке Кто-то завершил Обряд Ага Понятно Награды получены А здесь сколько ждать Оуу Почти 4 часа А здесь я вообще молчу Ха 10 часов Ладно фиг с ним Нас это в данный момент Не интересует Нас интересует Следующая битва Третья Лучник здесь прибавляется Я думаю здесь ничего Мы менять с вами не будем Этой же командой Дальше и разрулим Всю эту ситуацию Поехали Так жаба с молотом Или голема Давай наверное начнем с голема Плюс Прикроем Нашего голема Ниндзей Ну Ниндзя Давай Так вот Ниндзя Вот плохо что он Застанет успел Голема Конечно Против нас все сыграло Так жаба с молотом Этот еще поджигает У нас охламон Не забывайте об этом Так ульта пошла Все что сделала ульта Просто уничтожила лучника Ну я говорю Она какая то слабенькая И попадает она Рандомно Ну как вы видели Да Юнит стоит здесь А молнии бомбят Вообще в другой стороне Слушай я думаю Что здесь опять же Выигрыш за нами Мы просто прижали К стенке Они будут сейчас выходить Сразу же отдупляться Тем более здесь Ватные довольно таки Юниты Да Лучники Мечники Фехтовальщики Ну это все для нас Как говорится Тут одни Смотрите Одни ниндзи Чего только стоят Смотри Просто Просто бомбят Извлекают Никого не успевают Подпустить даже к себе Ну что же Мы переходим с вами На следующий бой Это предпоследний У нас получается Будет здесь И Ой Бродяга Давненько я его не видел Бродяжку До этого А у нас Где нибудь есть Что нибудь такое Чтобы могло Противостоять ему Опасно Опасно на самом деле Но я попробую Надо будет контрить Бродягу обязательно Нужно контролировать Для этого нам нужно Как можно больше Накопить сейчас Манны Потому что Либо Будет у нас Вот он идет Вот он идет Естественно Я здесь вызову Сразу же Тыракошу Так Давай в инвиз Ага Все хорошо Все четенько Ну фехтовальщик То конечно зря Здесь вышел Мы его сейчас Быстренько Отдуплим Следующий идет У нас Джиггернаут И смотрим Ждем Наблюдаем За бродягой Друзья мои Вот бродяга идет Он пройдет же Да Твою же Маковку Он нанесет урон Ой-ой-ой А как А как мне тут Извините меня Быть Против бродяги Эта команда Как-то не заходит А почему не заходит Потому что Слишком дорогие Юниты Я так понимаю Или я поспешил Где-то Хорошо Короче Ускоряемся Сейчас попробуем Переиграть Все это дело Я думал Что фаербол Меня спасет Но он меня не спас К сожалению Я сам виноват Я выпустил Некоторых юнитов Сразу же Мне не надо было Вместе с терракошей Выпускать Джиггернаута Вот что я хочу сказать Вот это была Моя действительно Большая самая ошибка В остальном В принципе Все отлично Команда Сыграна Нормуль Как видите Никто здесь Пройти не сможет Мы с вами Всех тут Уничтожаем За исключением То что я получил Конечно урон по базе Фаербол 20 секунд Кстати Это очень напряженно 20 секунд 14 А база еще живая Все Уничтожили Короче Нужно переигрывать И переигрывать У нас два варианта Мы можем взять с вами Имбу Наш отряд с имбой Да Или же попробовать Этим же отрядом Сейчас пройти Я никуда не хочу идти Не надо меня здесь Куда-то звать Ну давай Попробуем Давай попробуем Но опять же Не забывайте Что разбойник Не только здесь будет Он будет и в следующих катках С разбойником Справится довольно быстро У нас Мак-воин Может Ронин Кстати Ронина здесь Так Тихонько Не будем сейчас выделываться Будем ждать Пускай подходит Как можно ближе Ага Вот так Это все дело происходит Дальше Дальше что Дальше Чумную мышь Наверное Вызовем с вами Да Ронина Слушай По-моему Я опять немножко Не то Сделал Не то Не то Не то Нет Здесь он не пройдет Здесь у меня Мак-рыцарь Успел все-таки Появиться Все отлично Вызываем Ронина И ульту Бамс Просто добежал И бомбанул Круто Ну давай посмотрим У нас если в следующей битве Опять будет этот Бродяга Будет сложно Ай-яй-яй-яй Тут король у нас Совсем-совсем Я про это забыл В принципе Король Что он для нас Блин Тут еще и бродяга Тут еще и бродяга У нас энергия всего лишь одна Вот на этом отряде Твою же налево Господи Ну ладно У нас выбора нету У нас просто нету выбора Поехали Расстояние довольно приличное Король боится Как мы помним Кого? Естественно Грифонов Естественно Он боится баллист Так что По максималке Сейчас пробуем накопить Может быть Начнем даже Сожнеца Если успеем Да хорош Хорош Ну куда вы разогнались Такие идут У них кстати Одинаковая скорость Вы заметили? Одинаковая скорость Ходьбы Фаербол я Тратить пока не буду Не забывайте Что здесь есть бродяга Надо это дело Просекать Заморозка Ай Вот это классно И я скорее всего Сейчас буду уже призывать Жнеца Он мне здесь Очень сильно нужен Так Жнец На выход Я даже Больше чем уверен Что сейчас С секунды на секунду Пойдет Кто пойдет? Пойдет король Кто еще тут может пойти? Ну Где он там? Он появился Друзья Фаербол Вот так Ну Да уничтожьте У этого короля Изи Ха-ха-ха-ха-ха Вот это я называю Игра Игра Профи По другому не назвать Ну Давай-давай-давай-давай-давай-давай И Друзья мои У нас еще минутка впереди Так Бродяга там бежит Бежит бродяга Я вижу Грифон молодец Уничтожил его Просто-напросто И все Базу мы разрушили Слушай Довольно прикольная Сегодня получилась игра Неплохая Один раз конечно Даже два раза мы сегодня Свейлились Ну Ничего страшного Бывает такое Ну Вроде бы и все Энергии у нас Больше нету Мы с вами забираем Ревард За долину подданных Да давай сюда Открывай уже сундук свой И нам достается 12 копейщиц Плюс 9 карточек На базу И территория Следующая у нас Это фабрика Роботов Так я гляну Есть ли энергия Или нету Чтобы удостовериться Нету Друзья мои Так ну что же На этом пожалуй Мы и будем Закругляться Всем большое Спасибо за просмотр Надеюсь вам понравилось И мы обязательно Увидимся В следующих сериях Так что всем пока Удачи И до скорого Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА